По итогам завершившейся вчера в Брюсселе трехсторонней встречи президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил, как мы уже сказали, с заявлением для прессы. По его словам, встреча в Брюсселе прошла плодотворно. Азербайджанско-армянские стороны сблизили позиции по всем направлениям переговорного процесса. Итоги брюссельской встречи мы обсудим с гостем на прямой связи со студией директор Центра политических исследований, политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, директор Института политических исследований. Мы обязательно это исправим у себя. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вот среди тем, обсуждаемых в Брюсселе, наверное, чуть дальше других продвинулась тема разблокирования коммуникации. Там, в частности, было определено, что необходимо незамедлительно начать строительство железной дороги, вот как раз на участке Зангизурского коридора. То есть по пути следования Зангизурского коридора. Вот если, так скажем, открытие железнодорожных путей состоится, насколько это выгодно в том числе и России тоже? Ну, Россия это выгодно, но, правда, конечно, зависит от того, как это будет происходить. Но переговоры эти Азербайджан ведет с очень сильной позиции. Во-первых, международное право полностью признает о том, что Карабах – это Азербайджан. Во-вторых, армия у Азербайджана очевидно сильнее армянской армии. Экономика тоже намного сильнее армянской экономики. Кроме того, победа была два с половиной года назад за Азербайджаном, в результате которой 70% вот этих территорий, оккупированных Арменией, были возвращены под контроль Азербайджана. И через 20-е годы заканчиваются переусоченские соглашения с высокой вероятностью российские миротворцы, если закончится это действие, российские миротворцы оттуда уйдут. И тогда через 20-е годы спокойно армия Азербайджана может войти в Карабах, и некому там будет сопротивляться, поскольку там такие остатки, если не сказать, ошметки армянской армии только остались. Вот эта сильная позиция, она как бы во многом определяет то, что сейчас пытается Армения и Евросоюз, на самом деле, блокироваться друг с другом. Евросоюз, у него главный интерес Россию выкинуть из этого процесса. У Армении главный интерес заключается в том, что кто-то другой боролся против Азербайджана вместо них, потому что они понимают, что у них у самих слабая позиция. Вот на этом фоне они как бы вместе пытаются противостоять Азербайджану, пытаются самоинтриговать. В частности, это имеет отношение к разблокированию транспортных коридоров. Что хочет Евросоюз? Он говорит, давайте разблокируем замки Евросоюзных коридоров, но выкинем оттуда Россию. Вот Азербайджан предлагает, пускай ФСБ будет, так сказать, там как погранвойска российские заниматься этим контролем, а в то же время, что российские железные дороги, пускай, так сказать, занимаются модерацией этого транспортного коридора. А Евросоюз говорит, не-не-не-не, давайте мы это будем делать. Мы даже сможем профинансировать, как он сказал Шаро Мишель, только выкинем из этого процесса России. И далее Пашинян, он тоже поддерживает в этом отношении Армения, говорит, ну да, наверное, мы должны привлечь третью сторону. Обратите внимание, сразу после этого, после этого заявления российского МИДа, очень небеспокойное, где они заявили о том, что Россия против привлечения третьих стран к модерации и администрированию этого транспортного коридора. Более того, прошла даже как бы эволюция российской оппозиции, поскольку Евросоюз поддерживает Армению, о том, что касается вот ситуации в Лачине, на Лачинской дороге, то, по сей видимости, Армения Никол Пашинян пытается с помощью вот этого, вот этой проблемы поссорить Россию и Азербайджан. И отчасти ему это удалось, поскольку впервые прозвучала такая российская позиция, близкая позиция Евросоюза, о том, что вот там, может быть, кризис из-за этой Лачинской дороги нужно разблокировать, и так далее. Россия сдвинулась вот в эту сторону, по всей видимости, под давлением во многом Пашинян. Да, Пашинян может праздновать победу, потому что в ответ последовало заявление Министерства странных дел Азербайджана. И поэтому получалась некоторая такая, знаете, ну не ссора, а спор между МИДами России и Азербайджана, что, конечно, является мечтой, хрустальной мечтой Никола Пашиняна. Он вот все делает, интригует для того, чтобы попытаться привлечь США в Евросоюз, чтобы вызвать ревность в России, чтобы за счет этого добиться звига российской позиции и конфликта России и Азербайджана. Для него это единственная надежда на то, чтобы не передать, как это положено по международному праву, весь Карабах под суверенитет Азербайджана. Вот такие сенсационные, я бы сказал, результаты этой встречи в Брюсселе. Сергей Александрович, ну конечно, ни о какой ссоре речи быть не может, разве что, как вы сказали, наверное, это действительно какой-то дипломатический спор, но я думаю, этот вопрос будет скоро времени решен. А вот будет ли продолжение московского формата переговоров? Ведь и на них были достигнуты определенные результаты, тем более, как мы знаем, у России есть большой накопленный опыт делимитации, демаркации границ с соседними государствами. Да, без сомнения, будет продолжен. Лидеры Азербайджана и Армении, они так корректно относятся к первым основным центрам силы, Евросоюз, США и России, поэтому по очереди встречаются на европейских площадках, в Вашингтоне и в Москве. Ну хорошо, хоть еще Китай из Пекина не подключили, но без сомнения, вот там очередь дойдет обязательно до переговоров, и в Москве там тоже проходят вот этого рода переговоры. То есть на площадках идет, но, еще повторяю, цель Армении постараться, чтобы будущее соглашение какое-то, чтобы в нем была гарантом не Россия, а уже Евросоюз, поскольку Евросоюз, его внешняя политика в многом определяется Францией, а Франция, как известно, занимает жестко прармянскую, антиисламскую, антитурецкую, антиазербайджанскую позицию. И вот эта французская позиция, она во многом формирует позицию Евросоюза. Поэтому сейчас они сказали бы, чтобы влезть в этот конфликт и вытолкнуть Россию, готовы на все, что угодно, а потом обязательно предадут. А вот то, что Брюссель умеет предавать, поверьте, мы хорошо знаем. Сергей Александрович, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши ответы. Я напомню, на прямой связи со студией был известный политолог Сергей Марков.